Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, в Харькове, 15 часов ровно, 21.05.2016 года. По всей видимости, данное видеообращение будет одновременно и доверительная беседа, одновременно и по возможности получения новых знаний. Когда я выложил ролик на YouTube «Каменное сердце», это же было, по-моему, за полночь, сон потихоньку подступал, появилась мысль послушать какую-нибудь лектора. В последнее время я последний месяц практически не изучаю лекции известных знающих людей, времени катастрофически не хватает. И на глаза мне попалась заметка и куча роликов, связанные с «Сия святая грамота». А сегодня, когда я почитал комментарии, то увидел сообщение «Слава, расскажи про «Сия святую грамоту». Ну, вы знаете, поверхностно пробежался, ну, что можно понять за 20-30 минут, но, возможно, кое-что можно. Прежде чем я детально постараюсь углубиться в вопрос, связанный с «Сия святой грамотой», я хочу порекомендовать вам лекторов, выдающихся наших современников, которые дают информацию в моем понимании очень высококачественно. То есть, если поставить на весы изучать «Сия святую грамоту» и лекции лекторов, которых я перечислю, то желательно сразу начать с этих лекторов. Есть такие замечательные, выдающиеся наши современники, так как Татьяна Миронова, Андрей Ивашко, Владимир Шумов, Игорь Вышин, Владимир Говоров. Чтобы изучить материал, перечисленных выше этих удивительных и восхитительных людей, понадобится колоссальное количество времени. Знания, которые они дают, как я для себя отметил, они в крайней степени необходимы. Сложность единственная, возможно, будет слушать уважаемого Владимира Говорова, потому что человек уже вышел на более серьезные уровни. Удивительно, как с легкостью ему удалось расшифровать программный код наших создателей. Я вот так как-то читал комментарии, и многие говорят, его слушают, но никто не понимает, что он говорит. Вы знаете, может этот комментарий и прав, потому что та информация, которую выдает уважаемый Владимир Говоров, она с трудом вписывается в наше миропонимание, потому что Владимир Говоров, он вышел уже знаниями на уровень Создателя, а понять Создателя это дорогого стоит. Поэтому, если у вас возникают вопросы, связанные с святой грамотой, изучите лекции этих уважаемых людей, я еще раз с удовольствием озвучу их имена. Татьяна Миронова, Андрей Ивашко, Владимир Шумов, Игорь Вышин и Владимир Говоров. Теперь, что касается всей святой грамоты, здесь как минимум на два надо делить направления. Есть документ, который имеет место быть, а есть люди, которые озвучат этот документ. Не важно, какие люди положительные, хорошие, Важна подача информации, потому что одну и ту же информацию можно подавать по-разному. Для примера, я в своей жизни научил кубик-рубик собирать 14 человек. Я вам скажу, учить человека кубик-рубик собирать не очень просто, но мне это удалось. Но сам-то я его собирал, уже начал собирать где-то с лет 8. Сейчас, возможно, мне не удалось бы осилить эту головоломку, потому что в детстве мы очень положительно впитываем информацию. Но вся система делает так, чтобы информация была негативного характера, и с детства нас губит в прямом и переносном смысле. Вселенская грамота. Ну, вы знаете, вот темные, которые по-прежнему еще кукловодят, хоть их главные руководители с этой ячейки уже давно улетели в другие ячейки. Это первый руководитель главный улетел приблизительно в 1996 году. Остальная свита, скажем так, офицерский состав отбыл в 2012-м. А сейчас остались именно исполнители. То есть они еще не понимают, что руководства нету. И всем может полететь трамп-тарары. Как-то, беседуя с одним предпринимателем недавно, он попросил детальнее, чтобы я ему пояснил то, что я только что озвучил. Ну, вот я ему говорю следующее. Вот смотри, Владимир, у тебя есть несколько магазинов. Ты ежесуточно, самостоятельно начинаешь подвозить товар. Выдаешь им этот товар своим реализаторам. А потом в одну минутку раз, и ты, скажем, забил на это все дело и уехал в другую страну, в другой город. Продавцы какое-то время еще будут работать. Товар выдан, инструкции даны. Но с каждым днем все будет все сложнее и сложнее, потому что руководства нету и самостоятельно тяжело принимать те или иные решения, находить способ реализации товара. То же самое с нашим мировым предиктором. Руководство уже давно отчалило. Остались там незначительные нижнего эшелона организаторы. Ну, как такого руководства нету. Поэтому начинает все выходить из-под контроля. Информация каждые сутки заполняет интернет все более и более сенсационными открытиями. Но мировой предиктор заложил очень интересный алгоритм. По инерции эти темные еще могут довольно-таки долго трудиться. Те, кто стоят наверху нашей ячейки. И могут довести то, что заложено до логического конца. Это равносильно, как кинуть шар в боллинге, да? И он по инерции летит. И через какое-то время он долетит и собьет кегли. Так вот, этот шар, фигура речи, пока он летит, наша задача его остановить. Потому что инерция очень большая. И вот этот мировой предиктор, он заложил в следующие программы. Как я рассказывал в одной из бесед, что у них тактика такая. Они сразу ставят на несколько лошадок. Сто лет назад были революционеры разных мастей эсеры, меньшевики, большевики, анархисты, монархисты. Не важно, на кого люди клюнут. Главное, что все они под контролем наших вражин. То же самое и сейчас. Абсолютно все, без исключения всевозможные течения, включая даже и связанные со славянской тематикой, родноверство, ведизм и так далее. Все это еще под контролем темных. То есть, если люди захотят, чтобы выбрать царя, пожалуйста, пускай им будет царь. Ну, мнимая свобода выбора. Хотят жить по славянским традициям, пожалуйста. Но вы знаете, жить по славянским традициям на территории огромного концлагеря нашей ячейки очень сложно. Поэтому правила устанавливать должны мы. Хотя бы силой мысли для начала. И вот все эти течения, они пока под контролем. Не важно, коммунисты, демократия, все это пальцы одной руки. В основном верхушка власти делает хитрым образом. Подкидывает какой-нибудь документ, какую-нибудь грамоту. Там, допустим, есть ролики, как старцы Алтая читают грамоту. Ну и очень много аналогичных. То есть, дают инструкцию. У них же вообще все четко параграфы. У них, те, кто правит миром, они настолько примитивны, в отличие от нас, что вариаций и алгоритм свободы действий у них нет возможности разрабатывать. То есть, они всегда действуют по одному принципу. Разделяй властвуй, разделяй, стравливай и властвуй. Ничего нового. Поэтому все эти грамоты, это, конечно, интересно. Но уже мы настолько далеко ушли в наших познаниях с вами, что возвращаться к тому, что рассказывают лекторы, связанные с грамотами. Случайно попал на одну лекцию, связанную с грамотами. И послушал несколько секунд лектора. Он говорит, что надо лететь на другие планеты, осваивать миры. Новые русские вот хотели. Ну, я так послушал, но, значит, интересно, конечно, планеты и другие миры. Вот, поэтому, для того, чтобы мозги расшевелить, нейроны запустить. Ведь особенность того, что каждый человек не имеет в самом себе внутри знания. Все знания исключительно внешние. А мы уже люди, как радиоприемники, просто настраиваемся на ту или иную волну. Меня сейчас много спрашивают за обереги. Какой бы вы ни сделали оберег из серебра с солярной символикой, вы все сделаете правильно. Боитесь промахнуться? Пожалуйста. Наши предки носили много оберегов. Мог быть и оберег одновременно и своего чертога. Одновременно висеть на шее оберег и покровителя этого чертога. Ну, с глубинной книгой тоже интересно. Я пытался объяснить значение слова «глубинная книга», а не то, что мы знаем. Я часто спрашиваю, читал ли я ее. Нет, не читал. Возможно, и не приступлю к чтению. Это, я уже говорил, глубинная книга, это нашим предкам, которые были в более ужасном мороке и не знали, что это, что такое компьютер. Пытались объяснить, что такое компьютер, сказали «глубинная книга». Ноутбук пытались преподать в качестве понятных форм и восприятий. Если, допустим, вы знаете, что чайник называется чайником, а через сто лет кто-то свою книгу назовет чайником, вы, конечно, улыбнетесь. Точно так же и «глубинная книга». «Глубинная книга» — это компьютер, и никакого мое повествование насчет термина не имеет отношения к тому, как человек назвал свое произведение. Он мог назвать самоваром, мог назвать пылесосом. Это не принципиально. Знания вообще как бы все по возможности надо изучать. Ну, тут же их надо еще и фильтровать как-то, отсеивать. Мне вот сейчас не составляет труда открывать лектора и видеть, в каком направлении он идет. Иногда бывает так, что лектор дает знания, может он сам как человек не очень положительный, много таких лекторов есть, но знания, которые он дает, очень нужны. Поэтому не судите по человеку, если вам врач спас жизнь своими методами, своими знаниями. Не важно, какой он человек. Важно то, что он вам помог. Точно так же и лекторы. Не важно, что лектор из себя представляет. Важно то, что он делает. Иногда, да, иногда информация из-за того, что некоторые лекторы, а их на ютубе очень много, колоссальное количество, идут не в светлой волне. Конечно, даже со светлыми знаниями могут передавать кодировку негатива. Но это очень, опять же, глубокие материи. Будут у вас серебряные оберег, и никакие лярвы вас не укусят. Или, во всяком случае, будет им сложно укусить. Забавный, конечно, комментарий прочитал. Но вы знаете, я вот даже такого относительно негативного характера иногда комментарии озвучивать, наверное, буду. Почему? Потому что из комментария, отталкиваясь от него, можно развить несколько дорог по некоторым значительным и незначительным знаниям информации. Вот человек пишет следующее. Теория не моя, пишет человек. Сейчас складывается мнение, что вы сударь-аферист из Харькова. Ну вот, пожалуйста, тут в этом замечании можно найти, к примеру, слово сударь и разобрать его значение. Уд на древнеславянском языке означало мужской половой орган. Поэтому, кто с удом, тот и сударь. Отсюда уд и удовольствие. Отсюда уд и удача. Удар есть такой термин в нашем мире. Удочка, удав. Все за внешние сходства. Ну и суд. Тот, кто с удом, тот имеет право судить. У кого уда нет, тот не имеет права быть судьей. По вселенским канонам, человек, который судья, но без уда, совершает значительно больше преступлений, чем тот человек, которого он судит. Поэтому судари это те, кто с удом. Вот были офицеры царской армии, судари, белогвардейцы впоследствии. В интернете даже сейчас можно найти книги офицеров царской армии, в которых можно найти удивительные вещи, связанные с тем, что еще 120-130 лет назад офицеров обучали следующим. Ведь еще, грубо говоря, 120 лет назад знали, что наша земля это в виде ячеек. Поэтому всю белую кость вырезали. Так вот, офицеры не только знали, что наша земля в виде ячеек, они еще знали, какой враг с этих ячеек может прилетать. И в этих учебниках подробно для офицеров давались инструкции, какие враги с этих ячеек прилетают, как они выглядят. Там серые, там анунаки, рептилоидные. Царской армии подробно в этих учебниках рассказывалось, как им противодействовать, как противостоять. Но события 100-летней давности забрали и людей, забрали и эти знания. А это еще было сравнительно недавно. То есть еще 100 лет назад огромное количество знало людей, что наша планета сотовая. Знали, что есть ячейки, знали, что в этих ячейках есть враги наши. И офицеры царской армии изучали, как противостоять этим врагам. Я как-то голову ломал много лет, где-то опять же с 16. Почему именно с 16? Потому что в 16 я уже начал ясно осознавать, что-то здесь не так. Так вот я голову ломал над тем, что про безвыходные ситуации. И всегда заходил в тупик. То есть я знал, что безвыходных ситуаций не бывает. И тем не менее мне это не давало покоя, что что-то здесь нелогично. И потом, где-то в 33 года, я все-таки дал формулировку абсолютно точную. Безвыходных ситуаций не бывает. Но, к сожалению, бывают ситуации, в которых нет выбора. Вот, кстати, по поводу названия ролика. Когда-то наши сердца были камней. Если знать этимологию слова камень, то тоже может много приоткрыться. На нашем древнем языке КА означало душа. То есть получается КА душа, МАтерия, НАВИ. Так как буквы Я не было еще сравнительно недавно. А была буква АС, буквица. Получается душа материальной НАВИ. Или материальная душа в мире НАВИ. Так, тоже говорят, переживают, что про эволюцию, что я говорю, тяжело в этом плане слушать. Имеется в виду, что я в своих роликах оттолкнулся от того, ну, по-доброму человек пишет. Вот жизнью биологической, например, бабочка это сложный организм, он был создан сразу. Поэтому человеку про эволюцию в этом плане тяжело слушать. А мне вот тяжело слушать, когда люди положительно вот относятся в данном случае. И не ловят, как говорится, мышей. А мышь это в нашем древнем понимании мысль. Поэтому мы знаем нашу древнюю ведическую сказку. Когда мысль не появилась, репку не вытащили. Бог вообще, иерарх, создает даже семечко. Он уже сразу создает и к нему уже прописывает сразу текстуры, что из этого семечка вырастет. Поэтому, пожалуйста, те, кто даже положительно ко мне относится, не прикапывайтесь к словам, потому что наша речь образная. Хотя она стала в последнее время безобразная. Ну вот первый ролик, да, у меня получился блин комом. Кто же знал, что такое количество людей будет слушать. Ну вы знаете тут древнюю нашу ведическую мысль о том, что предки раньше называли наших мишек ком. И по весне, чтобы задобрить, ему блины носили. Поэтому первый блин был не комом, а кому. Ну, ком отсюда и кома. То есть мишка в кому впадает, ком упал в кому. Коматоз. Вот пишут тоже, много раз пытался объяснить. Это все верно, что оставить. Пишут, что нас тут оставили. Что оставить малое дитя одного без поддержки, без знаний, без связи. Во вражеском мире сказать ему, вот если выживешь, хорошо. А нет, пеняй на себя. Будешь в следующем воплощении существовать в темных мирах. Поэтому это несправедливо. Так не может быть. Я знаю одно, что люди, которые погибают насильственной смертью, гораздо быстрее эволюционно возрождаются. Потому что у них не пройдены уроки и им дается очень быстренько новое тело. Никто нас не бросал. Мы постоянно под присмотром. Опять, кто управляет черепахами, кто управляет китами. Фух. А кто управляет нашими китами в океане? Ну вот, человек пишет, не тем я в этой жизни занимаюсь. Нужно было накуриться, выдумать какой-то несуществительный бред. А потом выложить этот бред с картинками на YouTube. 36 тысяч порассмотров. Накуритесь, напейтесь. Попробуйте. Попробуйте пройти точно такой же путь, который я прошел. И прохожу. Вы что думаете, что наркота вам даст знания? Наркота вам даст чистоту подачи информации? Ведь если бы другой человек, если нравственность у человека занижена, были бы его знания, насколько бы они не были бы достоверные, они бы не доходили до сердец человечества. Не все так просто. Очень все интересно, но мало. У меня принятие информации 50 на 50. 50 на 50. Да YouTube же ж помощь, Google в помощь. Ну, получается, как в той сказке это. А что вы и есть за меня будете? Ага. В общем, много вопросов. Ну, вот тут. Славик, не обижайся, но ты бредишь. Зачем травить сказки для неокрепших умов? Человека никто не создавал. Точно так же, как и богов никто не создавал. Возникшие жизни это длительный и постепенный процесс превращения мутации от простых организмов в более совершенном форме жизни. А помните, я в предыдущих своих повествованиях говорил, что жизнь начинает обороты не снизу, а сверху. То есть более могущественные создают менее могущественных и так далее. Но вот человек искренне верит, что где-то во вселенной появилась крупинка, из которой появились боги. А выше я вот зачитывал комментарий, что человек наоборот, допустим, абсолютно правильно знает, что это боги. Создали все и сразу. Эволюция, я же говорю, я и пытаюсь подобрать слова, термины, хотя бы приблизительно, чтобы какую-то картину обрисовать. За много воды люди часто пишут. А то, что они не знают, что у них работа эндокридной системы улучшилась после моих лекций, естественно, они этого не могут знать. Воды много. С солярными знаками, ребята, ну, у меня просто спасибо вам, что так положительно реагируете, но я же уже говорил, что какой-нибудь солярный знак не оденьте, все будет правильно. Вас при выборе солярного знака боги будут за руку вести. Вы не совершите никакой ошибки. За деньги, которые я лопатой грибу, улыбают комментарии. Мне YouTube 1 доллар и 4 цента за месяц залил. Вот там я видел десяток комментариев, которые говорят, что деньги я грибу. Ну, оставьте свои реквизиты, эти 10 человек, я по 10 центов каждому постараюсь выслать, чтобы вы тоже обогатились. Сейчас кто-то скажет о кошельке. Ну, кошельки за месяц добрые люди чуть больше 1000 рублей дали. Вы проживете за месяц на 1000 рублей? Странные люди какие-то. Хотя они странные, вполне обычные, среднестатистичные. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.